В эфире рубрика интервью, я Татьяна Донцова и сегодня речь пойдет об одном из памятников древнего наскального искусства Хакассии, о Глахтинском хребте. О настоящем и будущем этого объекта нам расскажет заместитель директора по науке заповедника Хакасский Виктория Шуркина. Здравствуйте, Виктория Владимировна. Виктория Владимировна, скажите, чем знаменит участок Аглахты и в чем его основная ценность? Участок Аглахты – это один из девяти кластерных участков заповедника Хакасский. При своей небольшой площади это очень уникальный участок. Он интересен как культурным, так и природным наследием. В культурном наследии можно выделить наскальную живопись, которая расположена на Аглахтинском хребте. Это самое крупное скопление такого рода исторических памятников для Минусинской котловины. В предгорной степи Аглахтинского хребта были населены цивилизациями уже более пяти тысяч лет. И, естественно, все эти цивилизации оставили свой след на Аглахтинском хребте и в наскальных рисунках, в археологических памятниках природы. Свои видения природы, взаимодействия с окружающим миром, свой уклад жизни – все это отражено вот в наскальных рисунках. Кроме того, и природную составляющую нельзя забывать участка Аглахты – это уникальное сочетание, уникальное редкое сочетание лесных, лесостепных, степных и прибрежных ландшафтов, которые на небольшой территории сконцентрированы. Там больше 230 видов высших сосудистых растений. Из них 17 занесены в Красную книгу Республики Хакасия, 3 занесены в Красную книгу Российской Федерации. Это места гнездования очень редких птиц, таких как сокол, сапсан, балобан, степной орел. Поэтому это действительно такое сочетание культурного и природного наследия. Вот в планах заповедника Хакаски придать этому памятнику статуса ЮНЕСКО. В чем заключается этот статус? Что он дает? Ну, статус ЮНЕСКО, статус придания объекту всемирного наследия ЮНЕСКО, конечно, даст много преимуществ для участка Аглахты. Ну, во-первых, это, конечно же, больше гарантия сохранности. Это возможность международных исследований на территории. Достаточно возможность сотрудничать с общественными государственными организациями. Ну, и, конечно, это имиджевая составляющая. Это как и для заповедника, как и для заповедной системы России, так и для республики Хакасия. И иметь на своей территории объект всемирного наследия, это очень почетно. В Российской Федерации, по последним данным, всего 26 объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. И иметь один из них у нас в Хакасии, конечно, было бы очень престижно. Ну, вот в придании статуса всемирного наследия ЮНЕСКО вас поддерживает Русское географическое общество. Вот в чем заключается эта поддержка? Мы очень тесно действительно сотрудничаем с Русским географическим обществом. Они направляют нам ученых, исследователей, членов Русского географического общества. Она поддерживает такого рода проекты по исследованиям, и культурным, и природно-историческим таким исследованиям. Кроме того, мы на этот год подали заявку на грант Русского географического общества именно по обследованию и сохранению наскальной живописи Коглахтинского хребта. Поэтому у нас достаточно тесное такое сотрудничество. А как давно это сотрудничество продолжается? Это сотрудничество продолжается с момента основания Хакасского республиканского отделения Русского географического общества. Это одно из самых молодых отделений в Российской Федерации. И это отделение постоянно поддерживает проекты, которые проходят у нас в Хакасии. Ну, я несколько примеров таких приведу. Это проекты по мониторингу биоразнообразия, например, исследования диких кошек Южной Сибири, заказника по зарым. Это проекты, посвященные и экологическому образованию, в том числе, например, марш парков, День Енисея. Мы совместно с Русским географическим обществом провели два больших таких мероприятия, как Всероссийский слет молодых ученых, Международную конференцию по редким видам. Это экологический туризм, поэтому очень широкая разноплановая деятельность. Когда планируется подача заявки на придание Глахтинскому памятнику статуса ЮНЕСКО? Ну, вообще, оформление заявки на придание вот этого статуса объекта всемирного наследия ЮНЕСКО – это очень сложный и многоплановый такой процесс. Тем более, сложность еще заключается в том, что мы хотим номинировать Аглахтинский хребет по двум составляющим – и по культурной, и по природной составляющей. Большая часть заявок – это либо культурное наследие, допустим, как Кремль в Москве, либо природная типичная составляющая. Вот здесь у нас такая сложная заявка. Сейчас готова предварительная заявка. В этом году мы будем работать и исследовать еще больше вот эти наскальные рисунки, сформируем итоговую заявку, планируем, что этим летом к нам приедут эксперты из ЮНЕСКО, и тогда будет готов окончательный итоговый вариант, и мы подадим уже заявку. Ну вот данный статус, новый статус Аглахтинского хребта, он привлечет, я думаю, что достаточно много туристов. Справится ли заповедник Хакаски с наплывом людей? – Естественно, мы на это тоже рассчитываем, на то, что будет большое количество туристов, и мы вполне с этим справимся. Но прежде всего, о чем можно говорить, о том, что на экологоэкскурсионном комплексе Аглахты создана современная инфраструктура, которая минимизирует воздействие на окружающую среду. И построена с применением современных технологий, построенная с учетом всех требований безопасности. Кроме того, научным отделом заповедника ведется постоянный, ежегодный экологический мониторинг всех экологоэкскурсионных троп, включая и на участке Аглахты. Поэтому мы следим за динамикой изменения растительности, если она наблюдается, и принимаем меры, если это необходимо. Поэтому экологический мониторинг ведется, и мы держим руку на пульсе, что называется. Ну и кроме того, вот сейчас экологоэкскурсионный комплекс Аглахты, мы планируем получить сертификат соответствия по ГОСТу в сфере туризма, в сфере экологического туризма, поэтому он соответствует всем требованиям. И мы планируем справиться со всеми. Какие работы нужны вот на этом участке, чтобы его изучить полностью? Ну, прежде всего, наскальные рисунки, значит, те, которые доступны наскальные рисунки, необходимо описать их точные границы, необходимо исследовать виды, принадлежность их к определенным культурам. Кроме того, часть наскальных рисунков, они расположены в зоне затопления Красноярского водохранилища. Они очень быстро разрушаются. Поэтому часть проекта и исследования направлена на то, чтобы скопировать эти рисунки, нанести их определенным образом на пергаментную бумагу и сохранить в каких-то силиконовых копиях для того, чтобы она осталась потомком. Потому что в зоне разрушения вода все равно оказывает свое воздействие и, к сожалению, не разрушаются. Но вряд ли все эти работы, наверное, уложатся в один год. То есть это, наверное, на десятилетие. Во-первых, эти работы и начаты были уже достаточно давно. Мы сотрудничаем с различными учреждениями, которые нам в этом помогают. Они продолжаются. Мы сейчас просто хотим усилить этот процесс, привлечь еще больше и со стороны РГО, и со стороны ведущих археологов Сибири, которые будут работать. И, естественно, он будет иметь продолжение. Но хотя бы какой-то уже проект будет готов. Ну, а есть информация о том, что, может быть, часть каких-то рисунков уже невосполнимо утрачена. Что-то мы не успели сохранить? Ну, возможно, в зоне затопления водохранилища мы можем исследовать те наскальные рисунки только когда минимально опускается уровень водохранилища. А ниже этого уровня, возможно, там еще что-то есть. Просто вода никогда не опускается ниже этого уровня, и мы уже там... Это уже потеряно. А можно говорить о том, что вот этот наскальный хребет, вот этот хребет Аглахтинский, он интересует не только археологов, допустим, Хакасии Сибири, но и всего мира. То есть есть такой интерес? Конечно, есть интерес. И вот мы после придания как раз объекту всемирного наследия как раз очень планируем расширить именно международное научное исследование, потому что действительно это интереснейший такой участок. А кого вы планируете привлечь к исследованиям? Ну, к исследованиям мы планируем, во-первых, наши партнеры с Русского географического общества, наши партнеры с Хакнияли. Они очень тесно с нами сотрудничают, работают, уже не первый год работают по вот этому проекту, по исследованию наскальной живописи. Мы дальнейшее с ними планируем. Ну и других археологов в Сибири, с Кемерово планируем тоже привлечь. Ну что ж, спасибо, Виктория Владимировна, за интересную беседу. Спасибо, что пришли. Спасибо. Напомню, в гостях у нас была заместитель директора по науке заповедника Хакаский Виктория Владимировна Шуркина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова